Протеитиса или Вратарница. Эта икона Божьей Матери прославилась чудесами в разных уделах Богородицы. На Афоне, в Ивере Грузии и в России. Она называется по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. Торжества в честь Святого Образа прошли и в Свято-Иверском монастыре Ростова-на-Дону. В православном календаре есть несколько дней, когда совершается празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Во имя Царицы Небесной и ее чудотворного образа освящен женский монастырь в Донской столице. 26 октября – один из дней, когда монастырь отмечает свой престольный праздник. В праздничный день храм был переполнен верующими. Литургию возглавил глава Донской митрополии в сослужении епископов Шахтинской и Волгодонской епархии. По окончании богослужения митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился ко всем с архипастерским словом. Мы сегодня обращаем свои молитвы к Матери Божией, к Иверской, которую также именуем благою вратарницей по историческим фактам, по месту расположения чудотворного образа. Но не только поэтому, а потому что знаем, что многое может молитвнее матернее ко благосердию Владыки. Ее молитва, ее предстательство перед Господом, ее любовь к роду человеческому отверзают двери милосердия Божия, открывают для нас двери, которые ведут к обетению этого блаженного состояния пребывания рядом с Господом. Я радуюсь тому, что вижу сегодня в Святой Обители, как она развивается прежде всего духовно. Я радуюсь тому, что к этому святому месту, к Царице Небесной, прибегает огромное количество людей. Иссякаемая тропа людей идет к Пречистой Богоматери. Идут потому, что получают обильную благодатную помощь. Потому что идут сюда с тяжелым сердцем, а уходят с легким. Потому что еле доходят сюда в болезнях, а отсюда уходят в облегченном состоянии, физически оздоровленными. Нравственно, духовно поддержанными. И дай Бог, чтобы обитель сия процветала и развивалась. И верю в то, что это будет не по нашим трудам, не по нашим деяниям. Но потому, что Матерь Божия на всем месте и далее будет проявлять любовь свою к роду нашему человеческому. Покрывать и облагодатствовать каждого приходящего к ней со смирением, верой, любовью и молитвой. Иверская икона Божией Матери почитается как охранительница южных рубежей нашего Отечества. В наши дни это ощущается особо. В преддверии праздника на берегу Черного моря был найден старинный образ – Иверская икона Богородицы, датируемая 1896 годом. Женский монастырь в Донской столице ведет свою историю с 1903 года. В 1908 году был освящен храм. Обитель действовала до 1929 года. Затем монастырь был закрыт на долгих 64 года, но он возродился в 1993 году. Проходит время, а Свято-Иверский женский монастырь растет и благоукрашается. Субтитры создавал DimaTorzok